Быстрый либо депортированный. Стандартные правила, по которым играют нелегальные мигранты. Во время проверок, организованных сотрудниками полиции на строительных объектах, буквально поднимается паника. Работяг не интересует, что понадобилось стражам закона. Они сразу бросаются на утек. И сдаются далеко не все. Так, например, в рамках очередного мероприятия, проведенного в рамках операции «Нелегальный мигрант», сотрудниками межмуниципального управления МВД России «Щелковская» удалось задержать 13 гастарбайтеров. Был проверен один из объектов на территории Щелковской района, это деревня Гребнево, строительный объект, где в настоящее время были выявлены граждане иностранных государств. В настоящее время с ними проводится проверка. Целью данной задачи является выявление пресечения административных правонарушений, а также иностранных граждан, которые незаконно проживают на территории Российской Федерации, либо занимаются трудовой деятельностью. Операция «Нелегальный мигрант» проводится у МВД России в этом году уже второй раз. Начиная с 22 августа и по 30 сентября сотрудниками правоохранительных органов было проверено 146 объектов. В территориальное отдело полиции доставлено 237 иностранных граждан элит без гражданства. После задержания всем мигрантам предстояло пройти процедуру дактилоскопии для проверки на причастность к ранее совершенным преступлениям, а также представить все необходимые документы. Перечень бумаг, которые должен иметь при себе иностранный гражданин, чтобы работать в России, немаленькие. Паспорт, миграционная карта, регистрация по месту пребывания, разрешение на работу, либо патент, ежемесячные чеки по оплате налога. Среди задержанных в основном приезжие из Таджикистана и Узбекистана. По результатам операции выявлено 28 нарушителей, которые привлечены к административной ответственности. В дальнейшем этих граждан ждет строгая мера выдворений за пределы Российской Федерации с последующим ограничением на въезд до пяти лет. Александра Гранич, Сергей Василевский, телерадиокомпания Щелково.